Всем привет из солнечной Греции! С вами Юля! Вы находитесь на канале о вышивке крестом. Сегодня суббота и сегодня я хочу подвести итоги за июнь месяц. Самое время подвести итоги за июнь месяц. Сейчас собирала все работы, смотрела мои процессы и думала, чем же я занималась в июне, есть ли у меня результат. Ну, кое-что все-таки есть. Июнь у нас выдался достаточно жарким месяцем. Две недели, последние две недели нас очень хорошо жарит. 40-42 градуса, ни ветерка, ничего, очень душно. Обещают с завтрашнего дня немножечко похолодание. Ну, пойдет где-то, начнет падать постепенно температура до плюс 30-34, вот так. Будет уже полегче. Ну, немножечко о погоде. Я надеюсь, смогу записать видео без пауз, потому что очень жарко на самом деле. Работает кондиционер, но я его включила потише, чтобы он сильно не шумел и не попадал в запись. Итак, июнь месяц. Чем он у меня ознаменовался? Во-первых, оформление. Оформление — это редкое событие, очень волнительно, когда наши работы наряжаются и обретают уже такой завершенный облик. У меня оформилось три работы, и были и положительные эмоции с оформлением, но и были, к сожалению, отрицательные. Не очень у меня получилось хорошо оформить одну работу. Я, конечно, уже показывала видео, но так как это видео о подобном итоге, мы еще раз немножечко обо всем поговорим. Во-первых, во-первых, оформилась Магнолия. Очень красивая вышивка — это дизайн фирмы Dimensions, но в моем случае я вышивала по набору от фирмы Клубок Желаний. У меня часто спрашивают, где я купила этот набор, как можно найти. Девочки, конечно, оставлю ссылку в инфобоксе, но вы запросто можете набрать в гугле название Клубок Желаний. У них есть интернет-магазин и также ВКонтакте есть, поэтому вы все сможете найти. Вышивалась эта магнолия очень легко, быстро, с настроением. Я помню, марафонила, это было очень интересно. Я люблю иногда устраивать марафоны, но, к сожалению, такие видео не набирают много просмотров, поэтому, наверное, и многие блогеры тоже редко делают марафон. На самом деле интересно наблюдать, как работа вышивалась, постепенно втягиваешься в процесс, начинаешь ускоряться и к концу работы есть и усталость. Это интересный процесс на самом деле. Сейчас у работы очень красивая, нежная, яркая. Она всем нравится и моему мужу очень сильно понравилась. И вот кому бы я ее не показала, все-все-все ее, в общем-то, воспринимают очень хорошо. Оформила я ее вместе с моими котами. Сейчас мы посмотрим и котов, как парные работы. На самом деле сюжеты абсолютно разные, ничего парного нет. Просто цветовая гамма немножко их объединяет. Это зеленые оттенки. Мне хотелось что-то вместе повесить, обновить такую стеночку, уголочек у меня есть. Сняла те работы, которые там были, которые там висели. И хотелось что-то новенького, но работ у меня вышит их много, но не завершенной серии. То есть начинаю серию и бросаю, не завершая. Поэтому найти что-то, повесить туда. Представляете, вышивая-вышивая, а картин нет. Как-то вот даже грустно от этого. Поэтому нужно срочно завершать мои серии и наконец-то оформлять все, украшать свой дом. Вот такая красота. Здесь совершенно простое оформление. Очень свеженькая. Неширокая белая рама. Вставная такая здесь зелененькая есть. И белая по спорту. Вот. Очень красивая, правда? Мне нравится. Дальше показываю вам котов. У меня еще и лампы. И светят. Нет профессионального освещения, конечно. Обычные лампы. И они вот... Ловлю я их периодически в эти картины. Но вот так, я думаю, более-менее хорошо вам передается. А, коты. Я их вышивала, конечно же, на YouTube. Это золотое руно. Вышивала в нашем СП про котов. Работа великолепнейшая. Она такая яркая, насыщенная, сочная, летняя. Смотришь, радуется глаз. Приятные такие эмоции возникают от этой картины нега. Птички летают. Котики такие сытые, довольные. Лежат на этой прекрасной веранде. А где-то рядышком, наверное, есть плетеное красивое кресло, где сидит рукодельница и обязательно вышивает. Вот такая красота. Оформилась точно так же. Белая рама, не широкая. Вставная вот такая узенькая зеленая рамка добавочная. И белая паспарту. Вот так вот. Очень просто и лаконично. Мне понравилось. Я думаю, что повисят они несколько лет. А потом я, довышивая какие-нибудь еще серии, изменю экспозицию. На сегодня очень довольна этим оформлением. Следующая работа, которая у меня завершилась в июне месяце. Точнее, она вообще-то в мае завершилась. По моему 31-го. Ну, так как майские итоги я на тот момент уже закрыла. 1-го июня я ее по бухгалтерии нашей рукодельной занесла. Это образа в каменях спиридон тримифутский. Так, мы поймали опять лампу. Вот так. Спиридон тримифутский. Образа в каменях. Первый мой набор вот этого производителя. Мне понравилось вышивать бусинами, бисером, микробисером. Я подружилась с трунцалом, со всеми этими золотыми нитками и украшениями. Мне очень понравилось. Но есть немножко двоякие эмоции от вышивки этого набора. Некоторые материалы здесь были некачественные. В частности, крупные бусины. И я сразу этого не заметила, не приняла каких-то мер. Пришлось их пришивать как есть. И вот когда я завершила работу, я прям так спешила. Хотела поскорее ее оформить. Поехала в новую багетную мастерскую. Мне там очень плохо оформили. Точнее, рамы-то красивые, все хорошо. Но не натянули правильно работу. Все было обвисшее. Потом они что-то подтянули. Скрылись верхние бусины, ряд бусин. Исчез под багет. Ой, я так расстроилась. Надо ехать к ним переоформляться. Но пока, знаете, не доехала. Очень жарко было у нас на этой неделе. Это в центре. Пока к ним доедешь, то сильно устаешь. Получается и пробки. Там 40 минут в ту сторону, час обратно. Ну, как бы тяжело. Решила я отложить. Сейчас немножечко. Жарас пойдет. И обязательно к ним съезжу. Подгадаю этот день. Договорюсь с ними. Созвонюсь, чтобы мастер был на месте. И уже я ему буду показывать, рассказывать. Показывать фотографии. Как надо и как не надо. Сама работа, конечно, великолепная. Здесь все блестит. Все очень-очень красиво. Видите? Очень красиво. Спиридон Трамифутский. Это наш греческий святой. Его мощи находятся на острове Керкера. И существует такое поверье, что он не покинул остров. Обходит его постоянно весь остров по кругу. Заглядывает в дома. Помогает людям. И поэтому его красные, бархатные тапочки постоянно снашиваются. По-моему, раз в год открывают его мощи и меняют ему тапочки. Бывает так, что открывают или два раза в год открывают, что тапочки не сношены и не меняют. А бывает так, что открывают и тапочки сношены, прям там дырочки. Они эти тапочки снимают, режут их на кусочки и в конвертиках раздают людям. А новые тапочки шьют ему, конечно, и новые тапочки одевают. Вот такой вот наш греческий святой Тремифутский. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду. Такие вот моменты и по набору, и, конечно, интересная история, я думаю, о нашем святом. Думала, что у меня больше нет финиша в этом месяце, и хотела сразу перейти к процессам. Но вспомнила, все-таки у меня есть маленький, но один финиш имеется. В этом месяце я попробовала наборчик фирмы Милл Хилл и сделала вот такую бочку с медом. Красивенькая, на перфорированной бумаге. Пока не завершилось оформление, но обязательно скоро будет. Вот такая красивый, приятный процесс, замечательный результат, я осталась довольна. Есть у меня еще один наборчик Милл Хилл на перфорированной бумаге. А дальше я, скорее всего, буду вышивать подбором, буду находить схемы в интернете. И несколько таких схемок в год можно вышивать для настроения, для разнообразия. Очень интересный опыт. Ну, а теперь перейдем именно к процессам. Что я вышивала, что я продвигала в июне месяце. Я здесь себе подготовила у меня процессы, которые на рамах юснапах. И то, что у меня вот в тканюшках, что я тут уже немножко подгладила, подготовила. И вот как они у меня сложились, так и буду показывать. Произошел у меня неожиданный старт в этом месяце. Увидела на канале Тамара, Тамара Крустич. Она делала тоже, там у нее три месяца стартов было. И она вышивала много разных у нее интересных мелочей у Джаснан. И увидела у Тамары восьмиконечную садовую звезду. Такая интересная, маленькая, красивая вещица. Мне захотелось тоже что-то такое необычное выполнить. И я сразу нырнула к себе в коробку с тканями. Подобрала две, на мой взгляд, симпатичные тканюшки. Вот так вот они будут сочетаться вместе. Также девочки со мной поделились схемой в хорошем качестве. Фотографии бисера и остальных наполняющих. И процесс пошел. Пока, конечно, немного я продвинулась. У меня полностью готов первый клинышек. Вот он, видите. И второй я потихонечку вышиваю. Не сложно, но, конечно, нужно вышивать. Здесь такая часто смена нитей. Красивый будет дизайн. У меня это будет не садовая звезда, у меня это будет ферма. Почему ферма? Потому что здесь есть овечки, есть зайцы. А где у нас овцы и зайцы? Конечно же, на какой-нибудь ферме. Есть здесь птички, цветочки. И в завершении моей фермы, она у меня поярче. Здесь у меня используются ткани не по ключу, а то, что я выбрала на свой вкус. В завершении я сделаю несколько пинов. У меня будет там подсолнух и петушок. Поэтому у меня будет точно моя яркая, красивая ферма. Единственное, у меня здесь проблемка. Я пока не нашла полипелец. Не думала, что будет действительно такая проблема. Полипелец нужны здесь, чтобы наполнять уголки этой звезды. Вот еще раз вам покажу, что у меня тут навышивалось. Но пока не нашла вот этих полипелец. Буду еще искать. Возможно, придется заказать по интернету. Пока я довышиваю, я как раз все найду. Вот такая у меня интересная здесь история с моей фермой. Это старт неожиданный. Потихоньку буду вышивать. Все идет замечательно, прекрасно. Будем наблюдать вместе с вами, что у меня будет получаться. Дальше переходим к еще одному процессу. Это золотое руно на охоте. Немного я вышивала. Но знаете, хорошее продвижение все-таки получилось за один месяц. У меня было не дошито где-то вот здесь такой большой кусок. И вот этот весь-весь-весь кусок я уже вышила именно в июне месяце. Вышивается легко, красиво. У нас уже появился носик и где-то-где-то намечаются глазки. Надеюсь, что в июле мне удастся чуть-чуть повышивать. Даже не знаю, удастся или не удастся. Потому что на июль я планирую месяц стартов. Есть еще и спей, есть еще и рулетка. Поэтому, конечно, замахнулась я, замахнулась на целую кучу процессов. Но я буду стараться там как получится. В целом, посмотрите, получается очень хорошо, шикарно. Мне нравится, какая красота. Мне, кстати, часто пишут девочки, что ждут этот процесс, эту работу. Я надеюсь, у меня получится порадовать себя, вас и, конечно же, мужа, который тоже ждет эту работу. И еще один процесс. Мой мини-толгострочек, потому что он вышивается, ну, медленно у меня вышивается, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это дизайн Dimension Зимней Радости. Посмотрите, сколько у меня уже вышито. У меня практически закрыто 4 угла. Осталось вот такое вот пятнышко в середине вышить. Работа великолепная. На большей части работы есть уже бэкстич и выкладная нить, и французские узелки, и все, что нужно. Но в левом и в правом углу еще я не доработала. Это у меня тоже набор фирмы клубок желаний. Вот видите, как получается. У меня часто спрашивают, как получается от клубка желаний. Ну вот, смотрите, нравится вам или не нравится. Вот, вышиваю, не нравится. У меня было много сомнений. У меня часто так бывает. Я и откладывала эту работу, потому что мне что-то не нравилось. А потом смотрела на фотографии и понимала, что все нормально получается. Знаете, фотографии тоже, они бывают... Трудно ориентироваться на фотографии, потому что каждая камера по-разному передает. Наши компьютеры и мониторы по-разному передают. Телефоны и мониторы по-разному передают. И может быть человек сделал хорошую фотографию, но передача не та. Либо какие-то фильтры стоят. Сложно ориентироваться именно на фото. Поэтому я мучилась, мучилась. Но потом, когда зашла на страничку ВКонтакте к девочкам, клубок желаний, у них есть все-все отшивы. Все работы, которые они, вот наборы делают, они все отшивают. И посмотрела их отшив. Я поняла, мне нравится. Зачем себя мучить, надо дальше вышивать. И вот я на этой неделе буквально вышивала вот этот уголок. Здесь много бэкстича и много выкладной нити. Я вот позавчера вышивала, вышивала. И поняла, что я устала, я не могу. У меня уже начинаются такие эмоции, что хочется ее отложить. И вот я устала от этого бэкстича. Потом я поняла, что не надо себя мучить. Нужно перейти на легкий участок. И приступила вот к этому участку. Здесь вот шпарила просто небо полукрестом. Очень много вышила. Все просто отдохнула от бэкстича и выкладной нити. И я думаю, что сейчас работу я постирала, погладила, чтобы вам показать. Я думаю, что я займусь... Сейчас уже я отдохнула и займусь еще немножко бэкстичем и выкладной нити. Сколько сил будет. Нужно и слева, и справа его повышивать. И потом останется только серединка. Ну, я уже так надеюсь, что к концу года просто я ее завершу. Не буду говорить раньше, потому что у меня тут такой сумбур пошел. Все хочется начать. Но к концу года уж как-нибудь я ее добью. По 2000 крестиков в месяц, если вышивать, то все получится. Прекрасная работа, замечательный процесс. Все нравится. Ну, как у всех, времени не хватает еще бы две руки. Так, тканюшки все посмотрели. Переходим к тому, что у меня на рамах и кюснапах. Вот. Вервака. Яркие птицы. Данную работу вышиваю в нашем совместном проекте «Райский сад». Работа хорошо подросла. Клетку повышивала, металликом повышивала, бэкстич выполнила, цветочки повышивала. В общем, очень-очень я довольна тем, что у меня получается. Процесс идет замечательно и прекрасно. Мне осталось здесь совсем-совсем чуть-чуть. Нужно довышивать цветочки вот здесь и вот здесь. И все. Поэтому хороший претендент. Я уже, конечно, несколько месяцев говорю, вот-вот-вот, скоро-скоро. И как-то у меня не получается его завершить. Но хотя бы продвигаю. Мы, конечно, любим планировать. Получается всегда все по-разному. Но хотя бы продвигаю. И мне очень нравятся и процессы, и результат. Все замечательно. Ну что ж. Я думаю, что до конца года тоже я с ним как-то справлюсь. Вот. Прекрасная-прекрасная работа. Дальше. Что еще у нас было в этом месяце? По-моему, в этом месяце это было. Я уже не посмотрела свой этот блокнот и календарь. В этом месяце я приступила вот к такому петуху. А где у меня картинка? Не взяла. Ну, постараюсь где-то вставить вам картинку. Это петух фирмы Dimensions. Набор называется «Петух на черном». Вышивается в технике гладь, гладевые стежки и всякие разные стежки. Но, по-моему, они называются все гладевые стежки. Вышивка с шерстью и мулине. На основе, это равномерная основа с нанесенным рисунком. Вот, что у меня получилось на вышивать. Видите, практически половина работы. Работа очень яркая, интересная. Вышивается легко. Такая цветотерапия, такая отдыхалка шикарная. Вот, правда. Если кто-то еще не купил и думает о этом петухе, девочки, бежите. Покупайте обязательно. Он очень классный. Если у кого лежит, обязательно начинайте. Легкая работа, интересная. Ну, вот, отвлечься от крестика и повышивать что-то совсем другое. Я думаю, это будет то, что нужно. Прекрасно. Я вот за один вечер могу вышить прям большой такой участок. Потому что вышиваешь ниточками, шерстяные ниточки, они здесь такие потолще, чем у приолис. И у них покрытие, соответственно, площади больше. Ну, и на черном как классно смотрится. Вообще, шикарный петух. Я рада, что я все-таки начала этот процесс. И так бы лежал, лежал. И когда бы к руки к нему дошли. А так попробовала, поняла, что могу быстро его вышить. И обязательно будет оформляться в подушку. Вот. Следующий процесс, которым я занималась, что я вышивала. Ну, буду показывать, как есть. У меня здесь нитки припаркованы. Вот знаете, как вот вначале организуется у меня процесс, так потом я его и ковыляю. И вышиваю. Конечно, надо бы переорганизовать все эти иглы. Я уже придумала, как их нужно сделать. Главное найти время. Это ласковый май от фирмы Чудесная игла. Чудеснейший процесс, чудеснейший набор. Я очень довольна процессом именно. Результатом пока тоже довольна. Не знаю, что получится в итоге. Но мне кажется, все будет прекрасно. Здесь я повышивала немножко выкладную нить. Немножко бэкстич. Заполнила в центре вот здесь в вазе. Листочки здесь были не вышиты. Чуть-чуть где-то фона. Немножко поработала на самом деле. Но сделала такие элементы, как бэкстич и выкладную нить, которые, в общем-то, такие трудозатратные. Немедленно идут. И мне всегда лень браться и их вышивать. Хочется сесть и наштамповать крестиков. Увидеть, что работа подросла. Вот такие вот стежки. Как бы не очень всегда хочется вышивать. Нужно ловить настроение. Но я вот их выполнила и бэкстич, и выкладную нить. И вот цветочки все тут повышивала. Получается очень красиво. Основа здесь 14 каунт. Очень приятно и легко на ней вышивать. Схема этого участка очень легкая. Пока все идет замечательно. Дальше не знаю. Посмотрим. По ходу дела будем ориентироваться. Вот такой у меня процесс. Идет, продвигается. Надеюсь, все это дальше будет меня радовать. И еще один процесс. Нежданный, негаданный. Совершенно не запланированный. Полностью спонтанный. Мне Ольга с канала Олала Крустич прислала в подарок схему миробилии. С полным комплектом всех украшений. И бусин, бисера и ниточек вотер лилис. Шелка вотер лилис. Ну и я решила, раз тут такое дело, то почему бы и не начать. Почему бы не сделать старт. У меня, конечно, оригинальной основы не было. Но я нашла из других своих миробилий основу, которая мне понравилась. И поэтому, как говорит у нас Сусанна, у меня случился вот такой вот грандиозный старт. Рама у меня здесь большущая. Сантиметров 60. Я долго не знала, как мне подступиться к старту. То ли посередине сделать. И потом ставить большие поля. То ли как-то рассчитать. Ну, в общем, я посчитала, посчитала и решила. Но зачем же такой основой разбрасываться? У нас же впереди джаснаны, всякие разные бескорнюшки. Нам вот эти как раз вот кусочки в нашем рукоделии всегда пригодятся. Прекрасный здесь у нас лен. 32 каунта, да. Цвет такой приятный. И поэтому я вот себе уже рамочку вышила. Вижу уже, где будет у меня работа. Мне всего хватает. Даже если здесь оставить на заворот. Все прекрасно. В общем, поля хорошие для того, чтобы оформить. Вот. Ну и что у меня здесь навышивалось? Давайте я вам покажу поближе. Вот такое вот начало у меня есть. Вышивается очень легко, очень приятно. Легкий процесс, быстрый процесс, основа прекрасный. Знаете, я просто не могла себя оторвать. Единственное, я вначале здесь перепутала значок, где идет внизу вот такой темно-бежевый цвет. Я стала вышивать ярко-малиновым. И у меня так получается полосочка зеленая, полосочка ярко-малиновая. И так получается красиво, так ярко, такая новогодняя яркая карамелька. Я сижу так это все прекрасно вышиваю и думаю, что-то я не помню, чтобы там было такое яркое, красивое платье. Дай-ка я посмотрю на картинку от схемы. Смотрю, там такого нет. И потом уже присмотрелась, что все-таки значок я немножко перепутала. И пришлось выпарывать. Ну, немного там было, но все равно так интересно. Я сижу такая довольно вышивая, так красиво, так сочно. Такие цвета. Думаю, что ж у меня будет такое красивое, такая бомба. А оказалось, это Юля перепутала цвета. Ну вот, что-то. Заполнилась карта памяти. Пришлось сделать небольшую паузу. И так подведем итоги за июнь месяц 2021 года. У меня есть три оформления. Это большой плюс, что я смогла оформить несколько работ. У меня есть два финиша. У меня есть новые старты, есть продвижения. В общем, я считаю, что достаточно неплохо я потрудилась в июне месяце. Что будет на июль? На июль я планировать ничего не буду. И вообще все свои планы, которые у меня были на этот год, я их отменяю. Потому что в июле месяце я планирую сделать месяц старта. И следующее видео, которое выйдет, будет именно о моих наборах, о тех наборах, которые я буду начинать в июле месяце. Почему приняла такое решение, тоже расскажу в следующем видео. На этом у меня все. Надеюсь, вы с удовольствием посмотрели это видео. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч и всем пока-пока.